У стен Михайловского замка берега Фонтанки соединяет красивый и богато украшенный гост. Он называется Пантелеймоновский, расположенный рядом церкви во имя Святого Пантелеймона. В день покновения этого мученика, флот Петра I одержал две решающие победы в сражениях против Шристии. Военные стилистики выражены в рамках Махтана. Мы проходим мимо бокового фасада Михайловского замка. Он был построен для императора Павла I всего за четыре года, в рубеже XVIII и XIX веков. Своё название замок получило того, что при нём была устроена церковь во имя Архангела Михаила. Павел считал этого святого своим покровителем. Но небесное заступничество не спасло императора. Через 40 дней после новоселья в этом самом замке он был убит. Говорят, в заговоре участвовал его собственный старший сын. После убийства императора Павла несколько лет замок уставал, а потом в него переехало инженерное училище. Высшая резиденция Павла I – одно из самых мистических мест Петербурга. Городская легенда гласит, будто предрак убитого оператора по сей день обитает в его сцепах. Когда здесь было училище, студентам поедело слышали... За мостом на правом берегу реки, в четвёртом от угла здания светло-зелёного цвета в начале 20 века жил Сергей Дягилев. Созданное им объединение «Мир искусства» сдавало журнал и проводило выставки, знакомя публику с яркими и самобытными русскими художниками. Но больше всего известны блистательные сезоны русского балета, который Дягилев организовал в Париже. Его тропы танцевали Анна Павлова и Васлав Нижинский, Тамара Корсавина и Михаил Фокин. Именно благодаря Дягилеву Европа открыла для себя чудо русского балета. По левую руку от нас, на другом берегу реки, находится бывшая усадьба Шереметьевых. На золочённой ограде, в глубине двора, стоит светло-жёлтый дворец с пышными белыми украшениями. Романтическая история произошла в семье Шереметьев в конце XVII века. Увенчался с любимой. В начале XX века в одном из лигий и усадьб, где были устроены жилые квартиры, поселилась великая русская поэтесса Анна Ахватова. Судьба её после революции была трагична. Первого мужа поэта Николая Гумилёва расстреляли, второго мужа, литература Лёна Николая Кунина, и сына историка Льва Гумилёва репрессировали. Самой ей было запрещено публиковаться, а газеты по указанию власти устроили поэтессу настоящую травлю. Несмотря ни на что, Ахматова продолжала творить, и стихи её расходились в подпольных рукописях по всей стране. Поэзия этой женщины отразила вся боль и путь, и личная трагедия человека, попавшего в жирновая история. Фонтанный дом, так Ахматова называла своё жилище, не приходил и молодой Иосиф Бродский. Она оказала большое влияние на будущую Нобелевскую лауреату. Сейчас в квартире Анна Ахматова построена реальная музыка. Субтитры создавал DimaTorzok птичка, всего 10 сантиметров в высоту. Чижик-пыжик, первая популярная песенка, известная в Петербурге с 19 века. Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке, вот ты был. Выпил рюмку, выпил дверь, зашумела в голове. Но в самом деле, эти шутливые стихи сочинили совсем не про птичку. Неподалёку отсюда, когда ты был училищем, студенты, которые носили яркую, зелёную в жёлтую форму. За это их прозвали Чижик. А правдиво не рисовал песенка, когда вы студенты, кто знает. Училище давно закрыто, а птичковский насильный ремантик в большинстве своём думает, что в самом деле или чуть-чуть о каком-то пьянчушке спирит. Памятник этому фольклорному персонажу подарили городу участники фестиваля сатиризма, который проходил в Петербурге в 1994 году. Союзчик против упрашивающих мостов через Мольков на его берегу виден небольшой жёлтый паблион с белыми колоннами. Это принтон Михайловского сада. Некому территорию рядом со своим замком Павел Первый подарил младшему сыну, назван в честь святого покровителя Михаилову. В глубине всегда виден дворец, когда-то построен он и великого князя. Сейчас он принадлежит Русскому музею. Правый берег реке занимает достаточно высокими деревьями, так называемое Марсово поле. Слева впереди, за деревьем Михайловского сада, открывается вид знаменитой храм памяти Спас на краю. Эта церковь, украшенная разноцветными эмалями и мозаиками, построена на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен бомбой террориста император Александр II. За 20 лет до этого, в 1861 году, он отменил в России крепостное право и начал реформу. Но сделать так, чтобы довольны были и крестьяне, и помещики, было практически нереально. Перемены в стране, хотя и происходили, были медленно и с трудом. В результате дуны многочисленные революционные общества, которые считают, что России необходимо глобальное переустройство, и лучшим началом для него станет убийство царя. На Александра II была устроена настоящая охота. В общей сложности семь покушений. Но когда в конце концов бомба террориста оборвала жизнь царя, вместо революции страна погрузилась во всенародную праву. И когда сын убитого, новый император Александр III, решил строить храм памятник, деньги на него стали стекаться со всей России. Русский стиль, выбранный для церкви, символизирует единство народа, православие и царской власти. А великолепное убранство демонстрирует богатство и высочайший уровень развития художественного мастерства в искусстве России конца 19-го, начала 20-го века. Субтитры создавал DimaTorzok Левый берег Бойки, повторяясь, занимает темно-красная белая отделка здания конюшенного ведомства. С начала 18-го века на этом месте смещался конюшенный гор, главное транспортное управление, как мы сказали бы сейчас. Сперва постройки были деревянными. Нынешний монументальный облик здания получил в 19-м веке по проекту архитектора Стасова. В той части города, которая выходит к реке, находились сами конюшни. Для императорских лошадей были устроены теплые просторные стулья. Питьевая вода подавалась в огромные каменные чаши с помощью паровой машины. В другой половине здания, которые выходят на конюшенную площадь, помещались склады и мастерские, манеж для верховых упражнений, кабинеты и жилые квартиры для служащих. При конюшенном дворе была устроена также и церковь спасания рукотворного образа. В этом храме прошло прощание с телом великого русского поэта Александра Сергеевича Кушкина. Церковь является действующей по сей день. Вход в нее со стороны площади. Перилы его составят сложные из коротких дротиков, поставленных остриями вверх. На них тройные лавровые венки, пронзенные копьями. По сторонам моста стоят изящные, замысловатые формы фонари. А слот упражает декоративная дуга с растительным и животным армалом. На левом берегу реки стоит светло-желтое здание с белыми украшениями и выступающие центральной частью. Окна первого этажа от ворот до ворот бывшая квартира Александра Сергеевича Кушкина. Он переехал сюда осенью 1836 года с семьей. В 11 комнатах поселились сам поэт, его жена Наталья Николаевна, которую считали одну из самых красивых женщин своего времени, их четверо детей и еще две незамужние сестры Натальи Николаевны Екатерина и Александра. Супруга поэта блистала в свете и один из ее поклонников француз к происхождению Джордж Дантес был в себе особенно дерзкий. Первый вызов на поединок последовал еще осенью. Но неожиданно для всех Дантес сделал предложение сестре, супруге поэта Екатерине. И женился на ней. Но вскоре конфликт разгорелся снова и дуэль все-таки состоялась. 27 января 1837 года Пушкин вышел из своего дома на мойки, прогулялся до Невского, встретился там со своим секундантом и они поехали за город, где была назначена дуэль. Вечером того же дня его смертельно раненого привезли сюда. Двое суток лучшие врачи, в том числе и личный хирург императора, которого Николай I по славкам только узнал о ранении, сражались за жизнь поэта. Но сделать ничего было нельзя. 29 января 1837 года в окружении семьи и друзей Пушкин сейчас в доме на мойке здесь мемориальный музей-квартир и выставка, посвященная творчеству великого русского поэта. Пожалуйста, не вставайте со своих мест и не ходите по палубе, пока судно не будет полностью закреплено у причала. Просим не перегибаться через борт и не класть руки на перила со стороны стенки набережной. Во время швартовки судно может неожиданно качнуться из-за движения воды или проходящего мимо катера. Команда пригласит вас покинуть борт, как только это будет безопасно и удобно для вас. Пожалуйста, не забывайте свои вещи и фотоаппараты, а для мусора используйте только специальные урны или мешки. Еще раз благодарим вас за внимание и желаем хорошо пролучить время в городе Минюрии. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Зеленый, с белонаколонными и пышной ветвиной он кажется сошедшимся в стране сказки. Создание Зимнего дворца происходило в эпоху, когда Российская империя, созданная Петром Первым, окрепила и расцвела. Царствование дочери Петра и пиратрицы Елизаветы. Строительство Зимнего дворца по проекту гения стиля «Русская барокко» архитектор Бартлонео Франческо Растрелли началось в 1754 году и продлилось почти 9 лет. В результате главная заказчица пиратрица Елизавета Петровна успела увидеть его только внешне. Внутреннюю отделку заканчивали уже при Екатерине Второй. Песочное здание, Большой Эрмитаж, а еще одно здание, Новый Эрмитаж, построено прямо за ним, потому его с водой не видно. Легкая арта на уровне старых этажей соединяет Большой Эрмитаж с зеленым зданием театра. Дрительница театра совсем небольшой, подмещают около 200 человек. Сюда приглашали только личных гостей императрицы, а среди постановок были и пьесы, написанные самой Екатериной. Сейчас Эрмитажный театр – это одна из главных сценических площадок города. В летнее время здесь нужно увидеть шедевры русского балета – «Лебединое озеро» и «Жизель». Петербург является крупнейшим портом на Балтике, а по реке Неве проходят важнейшие грузовые и пассажирские маршоты российских и международных судов. Сегодня Браморный дворец – один из филиалов Русского музея. Здесь проходят художественные выставки и культурные мероприятия. Пожалуй, самый красивый из разводных восток Петербурга – тот, который находится сейчас перед нами. За свою жизнь полководец не приграл ни одной битвы. Современники называли его русским Марсом. А после легендарного перехода Суворова через Альпы, решено было увековечить его в Бронзе, как божество войны. Продолжение следует... Электрических приводов позволяет поднять конструкцию весом 360 тонн всего за две с половиной минуты. Наше путешествие продолжится по малым рекам и каналам Петербурга. Напротив крейсера «Аврора» мы повернем в фонтан. Она берет свое начало в Уе. Пройдя через весь исторический центр, снова соединяется с главной рекой города. Продолжение следует... Стоит фигурный флюгер. Над окнами с деревянными переплетами помещены барельефы на морские темы. Изнутри комнаты были отделаны резным тубом и напоминали каюты корабля. Мы всегда наготово ждала яхта, чтобы царь мог отправиться в любую часть города, когда пожелает. В те времена путешествовать по воде было быстрее и удобнее, чем по еще не благоустроенным улицам Петербурга. Сооружение усадьбы началось по указу Петра в 1704 году, на следующее лето после закладки крепости. В Германии были заказаны саженцы морозоустойчивых лим для создания зеленых аллей коридоров. В Голландии закупали состения для цветников, в том числе и знаменитые тюльпаны. Итальянские и французские мастера изготовили для сада мраморные статуи, а по собственному правилу Петра устроены были фонтаны. Чтобы обеспечить фонтаны водой, на реке установили паровую машину, купленную царем в Англии. В летнем саду проходили знаменитые петровские ассамблеи. На голодные праздники, где бывали не только снатили и ножи, но и простые люди, вплоть до корабельных плотников. Для гостей накрывали столы с угощением, вино лилось рекой, музыканты играли радостные мелодии, аллея освещала праздничная иллюминация, танцы и веселье продолжались до утра. С левой стороны от нас двухэтажный светло-бежевый особняк с большими окнами и выступающий лоджий. Он известен, как шуваловский дворец. В 19 веке это был центр светской жизни. Многолюбные балы, пышные праздники и всевозможные развлечения следовали во дворце бесконечной чередой. Во дворце был самый большой в Петербурге танцевальный зал, а его владельцы славили своим гостеприимством. В начале 20 века последней хозяйкой дворца была графиня Елизавета Шувалова. Ее балы считались верхом изящества и вкуса. Однако это не помешало графине активно заниматься благотворительностью, и особенно к печению на бедных женщинах и сиропах. Во время русско-японской войны Шувалова на собственные средства организовала отряд сестер Милосердия в рамках русского общества Красного Креста. И сама отправилась на передовую, где самоотверженно заботилась о рамках. В советское время бывший дворец был некоторым рейдом музеем. Желающих посмотреть на роскошные залы и богатейшую коллекцию искусства было великое множество. Во время Великой Отечественной войны сомнек сильно пристрадал от заживательного корпуса снарядов. После реставрации в нем открылся дом Дружба в центре международного сада. На левом берегу, предпоследнее перед мостом здание, небольшое желтого цвета со странным фахадом, принадлежало до революции графине Солье Паниной. В столовые и народные дома, в центре культуры, где шли бесплатные представления и занятия для взрослых и детей. За смесь с революционными кругами Панину называли «красной графикой». После февральской революции 1917 года она вошла в состав Временного правительства и была первой в истории России женщиной-министром, возглавив ведомство народного образования. После Октябрьского переворота Панину три недели держали в тюрьме, но освободили, признак ее заслуги перед народом, позволили уехать в границу. Право от моста можно вылить в большую речную церковь с высоким шумием. Это один из самых старых храмов, сохранившийся почти без изменений в 1734 году. Автор проекта Михаил Зимцов, один из первых русских архитекторов города. Он обучался у приглашенных Петром I иностранцевым, ездил в Европу для изучения на сетях. Искорий возглавил собственную школу, выкладывал в схеме работников царских резиденциях Петербурга в Аскрое-Преволюбе. Церковь Революции на сегодняшний день была построена по указанию императрицы Анны Иоанновны, как придворная. Здесь проходили должественные послужения и ежедневные церкви. Главный церковь на высоту 47 метров уменьшена шпилем, который сделал голландский мастер Херман фон Гольц. Он же работает для Адмиралтейства и Петропавловского собора. Петербурга в Адмиралтейства Петербурга в Адмиралтейства и Петербурга в Адмиралтейства